Радио 54 Первое. Областное радио Это вот наши воспитанники, которые несут ежедневно, круглогодично вахту памяти о вечного огня Причем это очень достойные ребята, там же особые очень требования, да? Вы знаете, в некоторых школах проходит такой колоссальный отбор, что мы сами стоим и говорим, ну, я могла бы не пройти, например, да? Как выглядит этот отбор, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы попасть? Это очень почетная история для тех, кто не знает А попасть на пост номер один, что нужно делать, что уметь, какими качествами обладать? Обладать качествами Наверное, быть сильным духом Это в первую очередь Любить то дело, которым ты занимаешься Ну и быть достойным гражданином города Это, наверное, самое главное А скажите, пожалуйста, сколько вообще занимает время на посту сейчас стоять? Ну, то есть, возможно, в молодости это было бы попроще, возможно, вы сократили это время? Наши ребята при хороших погодных условиях стоят 30 минут И в течение дня они заступают три раза на смену То есть четыре смены по очереди заступают И вот каждая смена заступает на 30 минут три раза в день А вообще количество людей и заявок ограничено? Как-то оно регламентируется? Мы уже про акцию говорим Ну, давайте, наверное, перейдем к акции Акции мы память вечно сохраним И в этом году вы приглашаете не только, к примеру, бывших курсантов Но и людей, которые просто хотят принять участие К ним есть некоторая группа требований Но сейчас потенциальный круг, возможно, тех, кто может попасть на пост Он расширяется С чем это связано? С юбилеем, наверное, да? Ну вот я продолжу свой, да? Да-да-да Второй вопрос, который говорят тебе люди Я бы еще раз постоял И мы, услышав вот это вот неоднократно Я бы еще раз Либо кто-то стоит и говорит А мне не повезло Я болел Или наша школа не стояла, когда вот я был старшеклассником Ну, так совпало А блеск в глазах есть Я бы постоял И вот для всех желающих И бывших постовцев Постовцев бывших не бывает И постовцев И тем, кому не повезло Мы даем еще один шанс Еще одну возможность Проявить вот такое Почтение к памяти павших Постоять на посту номер один Каким человеком нужно быть, чтобы попасть? Чтобы попасть, надо просто сильно захотеть Это все? Сильно захотеть Ну и быть в возрасте старше 30 лет 30 плюс 30 плюс Пол, важно ли место проживания, образование? Абсолютно Ничего Ничего не важно Важно желание Желание Грубо говоря Хотение Прийти на пост И отдать дань уважения Воинам А скажите, еще промеркнута Конформация Что можно будет стоять Если вы раньше Принимали участие в этой акции То, собственно, можно присоединиться Еще с внуками Либо детьми Это, да, единственная возможность попасть людям меньше 30, младше 30 лет Это прийти со своими старшими родственниками С мамой, с бабушкой А представляете, если придет три династии Конечно, конечно Бабушка, мама, ребенок Или там дедушка, папа, сын Это же вообще будет великолепно Это, во-первых, сплочение семьи Во-вторых, это такая Ой, у меня аж мурашки побежали Да, и у меня мурашки, на самом деле Потому что я сижу Я эти мурашки уже испытываю Минут последние три с половиной Потому что по-другому невозможно на это все реагировать Где озвучить это желание? Вот это важно Вот сейчас, например, слушатель Радио 54 Хочет принять участие в этой акции Пост номер один с 1 по 10 мая Куда ему обращаться? Надо просто позвонить нам по телефону 351-29-67 Можно еще раз повторим? 351-29-67 А еще же и коллективные заявки от предприятий принимаются А вы знаете, уже стали поступать коллективные заявки Скажите, кто присыл, чтобы мы просто знали Можно с названиями компании ничего страшного Ну, еще не компании Со сферами деятельности Да, давайте Городской исполнительный Избирательный комитет Горосберком Уже от них заявка поступила Говорит, мы очень хотим поучаствовать в вашей акции Мы тесно сотрудничаем с ОМОН на транспорте Росгвардии по Новосибирской области От них поступила коллективная заявка Коллективная заявка от организации «Спортивный город» Отличные ребята То есть, да, поступают у нас коллективные заявки Бывают люди звонят и говорят А вам девичью фамилию сказать? Да, вы проверять будете, стояла я или нет? Не надо нам девичью фамилию Нам просто оставьте ваши контактные данные Потому что в апреле мы будем приглашать на Ну, небольшую такую тренировку По возможности, да, чтобы люди поняли Как мы заступаем Все-таки у нас есть определенный ритуал Чтобы мы их немножко потренировали Показали, как это все будет Мы предложим им поучаствовать В экскурсии И посмотреть На наш монумент славы Немножко другими глазами Мы предложим им уже в ходе самой акции Некоторые моменты жизни курсантов Постоянного переменного состава Которые сейчас они проживают Это реконструкция какая-то будет? Это не будет реконструкция Мы предложим им пройти определенный курс занятий Которые проходят наши курсанты Вот пришла, кстати, потрясающая фотография Сейчас вам покажем от слушателя Павла Примерно год 1986 Школа 128 Я был начальником Караулова Только что отправили нам на Ватсап Ой, какая классная фотография Фотографию потом отдадим Если, может быть, для истории вам просто показать Вот начальник Караула Бывший, да, слушает сейчас Радио 54 Кстати, друзья, если у вас есть вопросы По теме нашей сегодняшней встречи Вы всегда можете задать им Их нам на номере Ватсап 913-381-05-54 Как быть с одеждой? Пилотка, плащ-накидка Это нужно где-то купить Вы поможете Нет, мы... Конечно, у нас будет Одежда, чтобы у нас смена выглядела достойно и одинаково Это будет пилотка Цвета оливы, да То есть та, которая была в Великую Отечественную войну И плащ То есть плащ-палатка Вы предоставите, да? Плюс в руках у часовых, которые выходят с оружием Будет наш ППШ Да, автомат будет в руках Конечно Ничего себе Вот, соответственно, если вы автомат даете в руки Может быть, есть все-таки какая-то группа требований еще к претендентам или нет Вот возраст, желание и, собственно, точка Возраст, желание и точка Первое областное радио